Хватает для того, чтобы человек считался грешником восхищения самим собой? Я человек, который стараюсь максимально. И, конечно, это для вас как оскорбление не будет. Я претендую на то, что самим человеком в Дагестане, который больше всех старается соблюдать шариат, это я считаю, что это я. Самим человеком в Дагестане, который больше всех старается соблюдать шариат, это я считаю, что это я. Не обязательно, чтобы человек ходил, занадывал, проценты деньги брал, кого-то убивал, кого-то притеснял. Просто когда человек восхищается, к примеру, своей религией, своими знаниями, тем, что он для ислама помогает и так далее, этого уже достаточно, чтобы он не прекращал перед Всевышним Аллахом быть каждую секунду грешником. По поводу решения того дня я вообще не переживаю. И где-то, можно сказать, горжусь, радуюсь за то, что у Дагестана вот такой решительный, хороший муфти. Потому что я переживаю за общество, я переживаю за Дагестан, я переживаю за население. И я не говорю, я переживаю за мусульман, я за всех переживаю. Хватает для того, чтобы человек считался грешником восхищения самим собой. И после двух дней Али Асхаб, разли Аллаху Анху, умирает. Вы, наверное, думаете, а что общего между Улама Уссу и убийством Али Асхаба? Я хочу сейчас черту подвести. Вот этого убийцу, эти сыновья хотят мстить, и они отрубают ему руки. Он ничего уп не говорит. Выкололи глаза, уп не говорит. До такой степени крепкий мунафиг. И потом, когда они начали уже, они тоже же, для чего это делают? Они делают, чтобы ему было больно. А ему же не больно, он же не дает знать. Когда они начали его отрезать, язык, он начал чуть-чуть дергаться. Его спрашивают, почему, говорит, руки отрубили, глаза выкололи, ты ничего не говорил. А что, язык больно, что ли, так сильно? Он говорит, нет. Пока я живой, говорит, не хочу, чтобы одна минута моя прошла без упоминания Аллаха. Вы представляете? Они читают аяты, они упоминают Аллаха, они все делают ради Аллаха, и али асхаба убивают. И без упоминания Аллаха ни одну минуту не хотят, чтобы прошло. Такие мунафигы, находясь рядом с нами, показывают, что они богобоязненны, алими. В одном маджлисе, если сто му'мин и один мунафиг, который придет, новый мунафиг, к этому мунафигу, говорит, сядет, не зная, что он мунафиг. Аллах его туда сайдинит.